Ключа дома жильцы по улице Бейбалатова получили еще несколько лет назад. Однако без отопления света до сих пор простаивают сотни квартир. Наида Михаева не единственная, кто осмелилась переехать в квартиру без газа, воды и света. Но, по словам женщины, зимой ее не спасают даже обогреватели. Жильцы говорят, на их проблему не обращают внимания ни застройщики, ни ТСЖ. Более того, выяснилось, что у них имеется долг в 11 миллионов рублей. Хотя жильцы уверяют, что ежемесячно оплачивает коммунальные услуги. Какие долги? Я в августе сюда заселилась, я как ремонт закончила, я поставила счетчик. Открыла лицевой счет, я оплачиваю. Получается, а куда мы тогда оплачиваем? Мы-то за свет оплачиваем. Так и живут без отопления, горячей воды и лифта. Это что за дом, который люди живут? Вот в такой темноте, да? Это что за раз. Однако долг, как выяснилось, у самого застройщика перед заводом стекловолокна, откуда и протянут сверх дома новостроек. Который раз они свет отключают. Завод говорят, завод и застройщики между собой не могут никак общий язык найти, у них какие-то долги. А нам застройщики говорят, это не наши долги, это ваши долги. Кроме того, придомовая территория буквально захламлена мусором, так как ее отсюда попросту не вывозят. Оплатившим уже свои квартиры покупателям, дольщикам, приходится ждать у моря погоды. Некоторые же и вовсе не могут заселиться в свои дома и вынуждены снимать жилье. Я уже три года просто хожу сюда, потому что не переселяют, так как я снимаю квартиру. Почему? Потому что нету ни воды, то света нету, ту воды нету, ту воды нету, ту света нету. А вы обращались к каким-нибудь инстанциям? Да, мы сколько раз собрали, сколько пишем, все заявления потеряли, то одно, то второе. Вы посмотрите на мусор, у меня ребенок постоянно от этого аллергия болеет и не знаю, что мы вообще можем делать с этой ситуацией. Ситуация у обманутых дольщиков сейчас тупиковая, кто решит их проблему неизвестно. Жильцы обращались и в администрацию города, и в Россети, но ответа так и не дождались. Во всей станции мы писали заявление на застройщиков, но они говорят, у нас там есть спина, что вы куда хотите обращаться, или вы лично мне сказали, или вам тоже сказали ваши застройщики. Вот так нам говорят, у нас есть там спина, говорят, вы ничего не добьетесь, я не знаю, где у них эта спина. Это вам так застройщики? В застройщике вот всем говорят, что у нас есть там спина, обращайтесь куда хотите. Встретиться и даже просто дозвониться до застройщиков жители тоже не могут, и все бы ничего. Но в этих домах живет много многодетных семей. Частое отключение электроэнергии лишают родителей элементарной возможности приготовить детям еду. Бесконечные отключения электроэнергии доставляют массу неудобств. Не на чем готовить, дома холодно, вот так выходим. Но, как выяснилось, застройщиков здесь несколько. С одним из них нам удалось связаться по телефону. По его словам, у некоторых жильцов в его многоквартирном доме огромный долг за коммунальные услуги. В связи с чем и образовались долги. Однако сейчас решается вопрос о его погашении. Кроме того, решено полностью заменить трансформатор. И, как утверждает Шамиль Хакимов, совсем не за счет жильцов. Мы сами занимаемся, чтобы вот этот долг погасать. За них мы бегаем, и мы бегаем, и мы бегаем с людьми, а дальше не будем вопросы решать. Сейчас тоже решаем. Завод нам сказал, что трансформатора не хватает. Сейчас мы купили трансформатор, который заменил на большой. Кто прав, кто виноват. Разбираться в этом будет уже прокуратура. Жильцы написали обращение в надзорный орган. А пока специалисты советуют людям, перед тем, как приобретать жилье в новостройках, проверять надежность застройщиков.